Здравствуйте! Вас приветствует Юлия из USAIMAMA. Сегодня мы расскажем о трепетном вопросе о получении визы. Сейчас, как вы знаете, из России визы получить достаточно сложно. Многие едут на Украину, в Казахстан, в Дубай и в другие страны. Но как проходить интервью, в принципе, везде одинаково. Мы расскажем, как проходить интервью, что нужно взять с собой. Первое. Пожалуйста, будьте уверены на интервью. Ведите себя уверенно, отвечайте на вопросы четко, старайтесь отвечать развернуто. Обязательно посмотрите, чтобы ваши ответы на вопросы не расходились с тем, что вы писали в анкете на визу. Второе. Что взять с собой на интервью? Все, что может показать, что вы вернетесь на родину. Например, документы на собственность, квартира, машина, дом, земля. Свидетельство о рождении детей, если они есть. Копия и оригинал. Справка с местом работы, с укажением должности, сколько лет вы там проработали, оклад. И желательно, чтобы в справке было указано, что у вас отпуск существует, и там месяц или два, сколько вы берете, три, и вас ждут обратно обязательно. Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность. Например, выписки с финансовых счетов, налоговые платежи, наличие долей, участие в бизнесе и так далее. Обязательно нужно показать, что у вас на счету достаточное количество денег на проживание, перелет, на оплату медицины, услуг компании-посредников и так далее. В среднем 20 тысяч долларов. Также, если у вас кто-то спонсирует поездку, например, муж, родители или кто-то еще, то нужно письмо от спонсора поездки в любой свободной форме. И также от него нужны все финансовые документы, что у него есть возможность спонсировать вас. Желательно подпись заверить нотариально. Следующее сведение о маршруте поездки, программе поездки, подтверждение бронирования отеля или жилья. Авиабилеты брать не рекомендуем, потому что это может быть рассмотрено как давление на офицера. Если же вы ухаживаете за бабушкой, мамой или за кем-то еще, возьмите, пожалуйста, подтверждающие документы. Опять же, это связь с родиной. Также мы вам предоставим пригласительные письма от доктора и госпиталя, которые можно взять с собой на собеседование. Это тоже очень важно. Также обладайте информацией, почему вы едете рожать в США и почему выбрали именно этого доктора. То есть, например, вы можете ехать рожать в США, потому что там более лучшая медицина. Но желательно, чтобы были более веские аргументы, например, возраст или показания к кесарево-сечению. А в США вам возможно сделать не кесарево, потому что относятся по-другому. Медицина немножко другая. И в Юте самый низкий процент кесарево-сечения. Также по доктору. Обладайте информацией о биографии доктора, где он учился, что у него есть определенные заслуги, поэтому вы хотите к нему. И последнее. Если у вас есть свидетельство о браке, обязательно тоже его с собой возьмите. Главное это показать, что вы вернетесь на родину и что вы все сами оплатите. Когда вы будете поддаваться не в России, а в других странах, имейте в виду, что есть свои особенности. Например, на Украине нужно оплачивать госпошлину с украинского счета. Почитайте внимательно всю информацию на сайтах и удачи в получении визы. Мы вас ждем в Salt Lake City. С вами была Юлия из USA Mama. До новых встреч!